Итак, приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем свой проект, посвященный предстоящим выборам Народных Урал. И сегодня у нас в гостях лидер списка партии «Новые люди» Геляна Вадимовна Ванькаева. Всем привет! Мне очень приятно, что ты согласилась прийти на интервью. Вдвойне приятно, что Геляна моя землячка, моя из нашего родного и мною любимого поселка Киченеры. И нравится то, что мои земляки идут в политику. И то, что ты идешь в главный законодательный орган нашей республики, это вполне приятно. Сразу перейду к такому вопросу. Почему ты решила идти в политику? Почему я знаю тебя, я вижу тебя часто до определенного времени, до мая или до апреля. Вообще не было никаких движений. Я знаю супруг Леша у нас в политике, но ты никогда не была в связи с чем такая активность. Как нам раньше задавали вопросы, когда мы выступали в путь у трапезника, где вы раньше были в таком характере этот вопрос? Этот вопрос на самом деле мне очень часто задают. И я скажу о том, что мы всегда здесь были. Я всегда работала в калмыцкой политике в том числе и была внутри. Начиная от муниципальной службы, работала в народном хурале экспертом-консультантом права управления. Знаю сама лично многих депутатов. Знаю, как работает у нас народный хурал. И последнее мое место работы это Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Моя должность последняя там. То есть я от главного специалиста дошла до замчальника управления по кадрам. То есть я всегда была в политике. Другое дело, что я не была политиком. Я была специалистом. Почему ты решила стать политиком? Во-первых, я считаю, что у меня уже сейчас накопился достаточный опыт и желание. И самое главное, я сейчас понимаю, что у меня есть такие силы и желание менять жизнь своих земляков к лучшему. Я знаю, как должна работать система. Я видела, как она работает хорошо и как она работает плохо. Я знаю, что где у нас есть недочеты, где я могу лично приложить свои усилия добиться хороших результатов. Например, один из этих вопросов это здравоохранение. Потому что я работала в Федеральном фонде. Я знаю, что у нас большие проблемы. И работая в народном хурале, я знала эти проблемы. И сейчас я знаю, какие мне нужно приложить усилия. То есть у меня есть там знакомства определенные даже на федеральном уровне. То есть ресурсы есть? Ресурс есть. И поэтому есть желание, есть опыт. И я считаю, что опять-таки не один человек мне сказал, что Геляна, слушай, ну с твоей кипучей энергии тебе просто надо идти и добиваться. Ну энергия это всегда хорошо. Потому что у нас есть такой у меня друг Аслан Кусмина. Очень южничный человек. Я боюсь, когда он звонит мне, что-то предложит. Геляна, чтобы ты сама бы рассказала о себе. Вот знаешь, когда я тоже был кандидатом в 21-м году, было тяжело как-то о себе говорить. Потому что мы калмыки иной раз бываем чересчур скромными. Но на сегодня ты зарегистрированный кандидат в депутаты. И мне кажется, человек должен говорить о себе, про себя, о своих планах и о своих тех целях, которые наметил именно на этом поприще. Кто такая Геляна Ванькаева? Геляна Ванькаева это прежде всего многодетная мама. Потом жена. И третья, получается, предприниматель и общественный деятель тоже. Говоря о том, что многодетная мама, я очень горжусь этим. Потому что как мама, я встречаюсь с многими проблемами у нас в существующем республике. Я живу в республике. Мои дети ходят здесь, в детский сад и в школу. Есть расхожее мнение, что я здесь не живу. Какое-то время мы здесь не жили, уезжали в Москву. Но я вернулась и уже долгое время здесь живу. То есть все эти проблемы мне очень близки, не понаслышке, скажем так. Во-вторых, я настоящая калмыцкая жена. Ты сам знаешь Лешу. И для меня эти отношения патриархальные, они очень близки. Говоря о том, что я предприниматель, я уже три года занимаюсь предпринимательством. Тоже знаешь, да, не понаслышке. И я считаю, что я достаточно успешный предприниматель. Тот опыт, который у меня есть, он был разный опыт. Был и негативный, и всякий. Но все-таки это мой опыт, который позволил мне вырасти. И в том числе вырасти как личность. Потому что я, когда влилась в калмыцкий бизнес, столкнулась с многими проблемами. Начиная от занятости и заканчивая тем, что есть прессинг со стороны государственных органов. Даже так? Даже так. Это все было там, это все прошли. И слава богу, этот опыт остался со мной. И сейчас уже я многим тоже могу давать советы, как вести бизнес, как организовать его, что лучше сделать. То есть я охотно делюсь этим опытом с людьми. И говоря о том, что я общественный деятель, мы с моим супругом занимались благотворительностью. Я член координационного совета Билимпикс, я член общественного совета МВД. То есть у меня такая достаточно активная жизнь. То есть тоже как у Чемидова так. У Чемидова там 6, по-моему, он был бы... Ну, у меня не 6, меньше, но я считаю, что мой опыт, он очень полезен. И как раз таки я его реализовываю там, где у меня есть что сказать и что сделать. То есть я не иду туда, где я ничего не знаю. Это как раз таки про то, что должна быть у каждого специалиста определенная экспертность в разных отраслях. Если мы собираемся, каждый специалист в своем деле, и нам есть что сказать. Во-первых, мы обладаем знаниями, да, у меня блестящее образование. Я закончила Саратовскую академию права с отличием. Вот, Институт юстиции. И плюс еще мой опыт, то есть именно из работы, которую я взяла для себя. И последний опыт работы предпринимательством. То есть, в принципе, это когда в совокупности все складывается. Я хочу сказать, что такая складывается картинка о том, что это многогранная такая личность. Понятно. Самое главное, желание есть? Огромное желание. Потому что это желание, наверное, во-первых, не на пустом месте возникло, да, опять же говорю, из опыта. Во-вторых, я посмотрела, конечно, кто-то может стесняться и думать, да, получится, не получится. Как раз таки предпринимательство дало мне вот этих сил, что я понимала, что не бывает никаких преград. Все границы у нас в голове. Если есть огромное желание, встаем, поднимаемся, идем дальше. Решая проблему, идем дальше и пробиваемся. Насколько ты, от одного до десяти по шкале, насколько ты понимаешь уровень ответственности депутата Народного хурала? Десятка, десять с плюсом. Потому что я, опять же, работала в Народном хурале. Я видела, как работает эта система. Я видела, в том числе, и проблему депутатов, которые, иногда читая закон, не понимают, о чем он. А я писала эти законы, как специалист. Я писала федеральные законы, проекты федеральных законов. То есть у тебя опыт законотворчества есть? Есть. А вот следующий вопрос. Переходим, да, к партии. Я хочу немножко сейчас сказать нашим подписчикам. Я буду заглядывать в телефон, потому что иногда пишут комментарии. Сидит, бессовестный телефон смотрит, думает, что я с кем-то перепислюсь. Нет, это не так. Просто я записал вопросы, когда готовился к интервью. И вот мы переходим к партии вашей, партия новая. И почему нету... А нет, почему новые люди? Потому что мне эта партия очень близка. Начиная от того, что в этой партии очень много предпринимателей. И это реальные люди, которые сделали себя сами. То есть они пришли из предпринимательства в политику. То есть говоря о том, что у нас есть какие-то проблемы, они их уже прожили и переработали. То есть опять же говоря о том, что, например, мы хотим снизить, наша партия хочет снизить излишнюю нагрузку на бизнес. То есть снизить количество проверок, административный контроль за бизнесом, предоставлять больше преференций. Для чего? Потому что предприниматели – это люди, которые создают рабочие места. Которые сами решают свои проблемы. Не ждут, что там кто-то им поможет. При этом, понимая весь объем работы, они делают его сами. Я так понимаю, что у нас в Калмыкии нету оригинального отделения партии «Новые люди». Мы его создаем сейчас. Я лично в этом принимаю. Вы его только создаете. Да. Почему вот как партия, я так понимаю, уже более трех лет и в 21-м году выдвигали кандидата по калмыцкому 1-мандат-напсу Андрей Чиджиев. Партия так взлетела, показала Андрей, ну для начинающих это был отличный результат. И потом пропали, и новых людей не слышно. Потом появились выборы. Ну, я говорю, как я вижу. Я говорю, как я вижу. Потом выборы, и тут появляются опять новые люди. Вот такой вот вопрос. Что ты на это ответишь? Я сейчас развею этот миф по поводу того, что когда все говорят, вас тут не стояло. Нет, мы всегда здесь были. После ярких выборов Андрея Чиджиева мы поняли тогда, что у нас есть огромный ресурс в виде поддержки населения, что такой запрос существует, что мы отвечаем требованиям нового времени. Мы как раз-таки те новые лица, которые должны прийти. Все это время формировалась команда. И сейчас как раз-таки результат этих выборов покажет, как мы сформировали эту команду. Опять же, когда были выборы Андрея Чиджиева, я была в его команде. Ты работала, да? Да, ну мы все поддерживали его и поддерживаем. Он действительно наш сторонник, один из руководителей нашего создания регионального отделения. И мы сейчас, когда уже как раз-таки тот список, который мы выдвинули на выборы, показал о том, что у нас много людей, которые нас поддерживают. И та команда, с которой мы сейчас идем, очень классная команда. Назови тройку. Ты лидер списка? Я лидер списка. Дарсон Гаджиев – это предприниматель сбора до листы. И третий – это Гаджи Фироян. Это предприниматель из Ивановской области, которого мы привлекли как раз-таки в республику, для того, чтобы он выступил инвестором. Но он уже прописался в Калмыкии. Это полноценный житель Калмыкии. Он до этого не имел отношения к республике никого? Нет, не имел. Он пришел, наверное, зарегистрировал за связи с тем, что у нас налог один процент? Нет. Нет. Его как раз-таки желание было первичное – сделать полезно для республики, познакомиться с республикой. И он полностью будет открывать тоже здесь бизнес, переводить сюда бизнес. А, то есть определенные инвестиции. Да. Как раз-таки, потому что когда мы говорим, мы должны подкреплять жизнь не только словом, но и делом. И как раз-таки мы говорим о том, что мы люди дела, мы работаем здесь, у нас здесь свой бизнес, мы создаем рабочие места, мы работодатели прежде всего. И та работа, которую мы делаем, мы поддерживаем экономику родной республики. Я до конца, если честно, никак не понял, есть ли у вашей партии определенный характер, стержень, идеология? Да, конечно. На чем основывается? Основа партии – что у вас? Какая идеология? Идеология партии, девиз нашей партии – люди важнее. О чем это говорит? О том, что не власть первична, а первичные люди. И мы слышим своих людей. Когда у нас есть программа партии, которая на сайте новых людей есть, у меня очень она близка, потому что как раз-таки, вот если мы берем здравоохранение, то тут говорится о том, что здравоохранение, во-первых, должно быть увеличено финансирование здравоохранения, чтобы медицинская помощь была организована так, что каждый человек должен ее получить, она должна стать доступной. У нас, то есть если на федерации мы говорим о том, что нужно увеличить, то у нас есть публики, надо хотя бы обеспечить, чтобы медицинская помощь была бесплатной в рамках программы обязательного медицинского страхования. Сейчас у нас этого нет. Ты сам, наверное, прекрасно знаешь, когда мы ложимся в больницу, какие, во-первых, у нас условия, и, во-вторых, что нам приходится покупать лекарства и моющие средства. Вот это вот в корне неправильно, потому что в других субъектах это уже давно бесплатно. И даже дорогие препараты, вот с младшим сыном, когда мы лежали в больнице, он у меня глубоко недоношено родился, нам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования предоставили два укола. Каждая стоимостью по 40 тысяч. Это была Москва, и это было бесплатно. Я хочу, чтобы у наших жителей тоже была возможность получать те гарантии, которые во всем субъекте. Здесь я с тобой полностью согласен. Я знаю, что у наших больниц большие задолженности, и, по-моему, этот вопрос таки не решается. Нет, я его как раз таки решаю сейчас. Ты его решаешь? Я его решаю. То есть ты уже этим занимаешься? Я уже этим занимаюсь. И как раз таки для того, чтобы мне успешно решать эти вопросы на федеральном уровне, я недавно вернулась из поездки своей из Москвы, как раз таки потому, что коллеги у меня работают в ФМБА, Федеральный фонд обязательности с констрахованием, Здрав России. То есть все мои коллеги, с которыми я работала, у меня хорошие отношения, вот они являются руководителями. Я с ними всеми проговаривал вопросы, одним из которых является, например, кредиторская задолженность РДМЦ, 630 миллионов. Эта ситуация очень опасная для нашего зарпланина. Очень опасная, согласен. Ее надо решать. Поэтому мы должны постепенно решать. Потому что блокирующие, да, там происходит такое, что... Они уже заблокированы. И люди не получают зарплату, я это точно знаю. Они не могут получить зарплату, они не могут купить, сделать закупки, провести. То есть опять закупки, это что? Это закупка препаратов медицинских. Ну, это все база, да, все финансы. Ну, мне, например, импонирует то, что ты уже критикуешь действующую власть именно точечно, как точечно, конструктивно. Я считаю, что именно так надо работать. Новые люди – это оппозиция? Или все-таки поддержка «Единой России»? Нет, я не скажу, что это... Мы не поддержка «Единой России». Можно называть как угодно. Можно называть... В Госдуме как будто так демонстрируется. Для меня так лично. И для... Ну, я не знаю, для всех, ко мне общаюсь, по-моему, так, это дублер «Единой России». Вот как ты мне мнение смотришь? Можно нас назвать оппозицией, а можно назвать альтернативой. Мне больше нравится альтернатива. Потому что я не говорю, что мы против всего там плохого, да, из-за всего хорошего, грубо говоря. Нет, это не так. Мы, во-первых, критикуя, понимаем, что мы должны решить эту проблему, предложить ее деликатное решение и дойти до результата, чтобы не быть голословленными. То, что касается нашей партии, допустим, если посмотреть даже последнее, я постоянно смотрю в повестке, да, что происходит в Государственной Думе, как проходит заседание. Если мы возьмем для примера последний федеральный закон, да, проект федерального закона о бездомных животных. То есть эта проблема тоже нам очень близка в нашей республике. Я знаю кучу наших активистов, которые говорят о том, что у нас должен быть приют. У нас ни одного нормального приюта нет. Ну, у нас давно строится приют, когда пришел трапезник, они, я помню, в Троицком искали место, потом еще где-то, даже потом, баба, гатрами вручью, общероссийский народный фронт, они на какую-то смету что-то там обратили внимание, где-то, где-то сметы очень миллиардные, я так понимаю, для животных. Там порядка 60 миллионов, по-моему. Я согласен, это проблема. Это проблема, которую можно было решить. Я не сильно за животных, я просто сильно за людей. А когда животные представляют опасность, я за это переживаю. Здесь же, видишь, в совокупности, мы же буддисты, и вот у меня дети, у меня тоже есть домашние животные, я знаю, как дети к ним относятся. Проблему надо решать, и не только от стрелов. А когда мы говорим о том, что нужно там всех их перебить, это не решение вопроса, и точно не по буддистам. Ну, отстрел запрещен же у нас. Да, ну, там в том числе, поэтому проект федерального закона предусматривается отстрел животных. Вместо того, что я понимаю, когда мы уже исчерпали весь возможный функционал, когда у нас куча приютов, когда мы стерилизовали всех животных, когда мы предусмотрели административную ответственность для хозяев, которые выпускают этих животных. То есть мы должны сейчас с разных сторон зайти и решать эту проблему. Однобоко ни в коем случае мы не должны это делать. Хорошо, раз мы уже по медицине, просто так поговорим. Какие еще, на твой взгляд, безопасность дорожек, безопасность. Какие партии новые люди считают проблемными точками в республиканской экономике? У нас на самом деле проблем очень много. Те проблемы, про которые я уже говорила и говорю, на своих социальных сетях при населении, во-первых, это социальная защищенность у наших населения, у нашего населения должна быть. То есть мы должны предоставить, допустим, если мы говорим о комоковедах, то есть если мы поддерживаем, действительно, реально поддерживаем развитие и сохранение нашей культуры, идентичности национальной, значит, мы должны создавать определенные условия для тех людей, которые этим занимаются. Именно не говорить, а делать. Вот у нас проблема есть, допустим, с коломоцким языком, и я знаю не понаслышке, поскольку я мама, и сама делаю эти домашние задания с детьми. Я хочу сказать, что та программа, которую я изучала и которая сейчас есть у моего ребенка, который закончил 4 класс, честно, иногда вообще не так. Сама говоришь на родном языке? Конечно. Мешки-чиньорская. То есть я в плане того, что это как раз таки про то, что я росла в этой среде. Эджиа, там, Кахашка, не все говорили на коломоцком языке. Я прекрасно понимаю, я использую в бихойде коломоцкий язык. То есть я не могу сказать, что я прям вот могу без остановки, да, говорить. Во-первых, я понимаю, и я могу изъясняться. С детьми там тоже могу объяснить. Программу нужно упростить, чтобы мы должны начали бы уже на бытовом уровне про это говорить и поддерживать наших учителей. Что касается безопасности, это большая проблема. Начиная от безопасности группировки в городе, эта проблема остро стоит. Как мама, как член родительского комитета я обращаю на это внимание. И в том числе в школу хожу тоже, социальными педагогами общаюсь. Ну, такая я очень активная мамочка, скажем так. И заканчивая нашими дорогами, что у нас творится вообще в городе, поскольку я сама автолюбитель, да, я председатель Кровова тоже и сталкиваюсь с многими проблемами, потому что у нас должна быть активная пропаганда безопасности дорожного движения. Что у нас с освещением? Вот если мы пройдем в центре по улице Ливаневского, ты давно ходил там пешком? Где это Ливаневского? Это в центре, где вот третья школа, Стайского, знаешь, это Трояна. А, ну я там бегаю, на третьей школе я бегаю кроссу. А ты вот если пробежишь, пробежишь кросс, пробеги дальше по улице Ливаневского. Во-первых, ужасное дорожное покрытие, во-вторых, темнота такая, что ты вообще ничего там не увидишь. Если там будет, преступник, ты его просто не увидишь. А если это будет ребенок? Ну это небезопасно. А город должен быть безопасным. Потом то, что касается нашего транспорта общественного. Боже, ну это же что-то вот страшное вообще творить. Ну об этом все кричат. Об этом все кричат? И такое ощущение, что местные, ну городские власти на это как будто бы не обращают внимания. Ну, это как раз таки про то, что нужно не говорить, а делать. Есть решение проблем, но опять же, возьмите просто готовые решения, которые там, безопасный город, камеры нужно обязательно внедрять. То есть, у нас же технологический процесс происходит постоянно, да, то есть мы должны внедрять активно цифровизацию в нашу жизнь, камеры внедрять, там, чтобы мы могли проследить и посмотреть, освещение делать. То есть, мы же не идем вперед, прогрессируем, и надо активно использовать. Я здесь с тобой поспорю, но я здесь, ну, в корне не согласен, потому что, мне кажется, ну так, сильно камеры это не нужны, там, чтобы, ты знаешь, какие-то контролирующие механизмы, они не нужны, нужны механизмы, которые направлены на воспитание. Вот я тебе приведу пример, я вот часто езжу, да, по городам, вот я выезжаю, например, с Краснодара, приезжаю в Элисту, заезжаю в город, и у нас вот эти лежачие полицейские. Лежачие полицейские, они стоят везде, они стоят даже на светофорах. Это не говорит о том, там, это вроде бы, местные Вася говорят, что это за безопасность, но мне кажется, здесь и светофор везде, здесь и знак везде, и камера, еще дорожные полицейские, мне кажется, надо воспитывать людей, именно заниматься этим, потому что, если мы будем стоять много очень контролирующих механизмов, мне кажется, действие создает противодействие, нам надо чуть менять вообще эту политику. Нет, я не соглашусь. Как вы смотрите на это, как руководитель партии? Я не соглашусь с тем, что одно исключает другое. все должно быть в совокупности. Вот ты говоришь про... В совокупности, но акценты заставлять на воспитании, на разъяснении больше, чтобы люди понимали, что так делать нельзя, что нужно так. Да, согласна, согласна. Они так, блин, там камера стоит, ну его нафиг нам надо, вот так вот, и то есть обойти эту камеру, понимаете, вот смысл не в этом. Нет, ты говоришь про камеры с точки зрения водителя, так же? А я говорю про камеры... А безопасный год, чтобы стоить? Нет, я это понимаю. Я про это, потому что я вот, допустим, как человек, у которого есть предприятие, я хочу сказать, что когда висит камера и обязательно присутствует табличка о том, что внимание ведется в видеонаблюдении, знаешь, как это здорово мобилизует людей, потому что он понимает, что и там, где камеры, поверь, есть статистика, что там преступлений гораздо меньше, а там, где еще и освещение есть, то есть это вообще... Преступники, они же умные люди, они бы не совершали преступления, если бы они были умными и бы там не привлекли к ответственности. Хорошо. Как ты оцениваешь деятельность действующего главы Бату Сергеевича Ахасикова за этот период? Потому что уже четыре года прошло и уже можно об этом говорить. Ты, как кандидат в депутаты, как будущий депутат народного курала будешь с этим сталкиваться? Ну, именно Бату Сергеевич как руководитель региона, да? Как его действия, вообще его политика, кадровая политика, например, я частично не согласен. Я тоже не согласна. Вот где, как ты охарактерируешься, но как оценишь? Потому что ты уже кандидат, ты лидер списка. Я не могу не задать такой вопрос. Лично Бату Сергеевич как личность, как наш руководитель... он не тоже как личность, как руководитель. Как руководитель, просто по личным самым качествам он мне очень симпатичен. То, что касается кадровой политики, то, о чем ты говоришь, как раз таки я часто говорю о том, что я, как руководитель, для меня самое главное, это что? Это моя команда. Вот я считаю, что в этом вопросе есть определенные моменты, когда можно было там поменять тех же руководителей. То, говоря о том, что у нас проблема здравоохранения, о чем это говорит? О том, что руководитель, в связи здравоохранения не совсем может быть компетентен. Либо, может быть, он не до конца понимает. Что ты скажешь о сельском хозяйстве на направлении сельского хозяйства? В сельском хозяйстве, я хочу сказать, что у нас тоже много проблем, но благодаря тем людям, которые, в принципе, всегда были в сельском хозяйстве, не благодаря министру, еще чего-то, а это как раз таки наши фермеры. Обычный чембан, гордооправ, которые сидят и работают? Это у нас же в крови. Поэтому, но есть куда расти, есть чем помогать. Я знаю, что по линии Министерства сельского хозяйства очень большое финансирование идет. И хотелось бы, чтобы это финансирование было бы точным, то есть его использовали там, где оно действительно необходимо. Вот я знаю, что там была программа такая, помнишь, когда давали вот ягненок, ягненка, «Коровый теленок». «Коровый теленок». Это была классная программа. Вот я на самом деле думаю, что ее нужно вернуть. И опять же, когда общаюсь с фермерами, они говорят о том, что нужно вернуть эту программу, она им очень сильно помогала. Это как раз таки о том, что мы должны услышать своих жителей и взять все то хорошее, что они нам предлагают. То есть, по сути, там не было же никаких финансов вливаний. То есть, ему отдавали, через какое-то время ему возвращали. То есть, не было прорехи какой-то в бюджете. Иногда решения бывают настолько классные, деликатные и не требующие каких-то финансовых влияний. Это говоря о том, что должна быть правильная организация работы. И во многом, то есть, опытный руководитель, он начинает с чего? Не нужно сокращать. Там начинает сокращать, оптимизировать еще чего-то. Нужно прийти сначала с холодной головой, разобраться, почему, где, что у нас, какие там проблемы. Для этого нужно владеть полностью ситуацией, быть над ней, не смотреть на нее однобок. И потом привлекать опять же специалистов, спрашивать, потому что я вот, допустим, насколько я там опытный юрист хороший, я смотрю, читаю, там, ситуацию. Юридически написано так, а как по факту? Я начинаю спрашивать у людей, звонить там. То есть, я всегда спрашиваю вам, как так, а что вот тут вот? Потому что... То есть, ты говоришь сейчас, что обязательно должна быть обратная связь, что будет... Обязательно. И она первична. Во всем этом. Хорошо, согласно. С первого, еще один вопрос. я посмотрел твои соцсети, посмотрел там, я вот программа ваша готова, я не увидел программу, еще не было, публикации? Но мы сейчас ее готовы, мы ее пишем как раз таки вместе с жителями, у нас есть ящики, да, сейчас у нас начнутся пикеты, при этом у нас есть поступающие через обратную связь, через социальные сети, люди активно... Твой штаб, да? Да, это мой штаб, да, из которых партии новые люди. Да, и люди пишут, мы их слышим, мы обсудим. На сегодня сколько членов партии именно в региональном отделении? 13 человек, именно членов, и плюс еще сторонники, их больше, конечно. Я посмотрел твои соцсети, я не увидел там одну очень глобальную проблему, на сегодня она уже касается не только нашего региона, но и соседних, проблема пустынивания. Мы всегда говорили о ней, мы до сих пор говорим о ней. Сейчас я знаю то, что концепция какая-то разрабатывается в людей, ну как, могу сказать, наши люди там тоже привлечены, но это идет такими медленными темпами, что, я думаю, это преступно, поскольку песок он не стоит. Да. И сейчас еще провели фестиваль барханов, я вот разговаривал со специалистами, оказывается, нельзя трогать песок, потому что песок спит. Он стоит, за как спил, что он спит, а там проехал на машине, на мотоцикле, ты поднял, и они еще больше двигаются. Что будут делать новые люди с этой, на мой взгляд, актуальной проблемой на сегодня? Мы знаем, что эта проблема есть, мы ее будем решать, но опять-таки, говоря о том, что сначала, когда ты идешь в политику, ты не можешь объять необъятное. Ты выбираешь для себя точечные проблемы, которые ты будешь решать. Когда эти, и понятно, что эти проблемы параллельно будут идти, да, то есть после того, как мы уже будем добиваться результата здорового хранения и безопасности, в том числе, этим вопросом мы тоже будем заниматься. Сейчас мы пока изучаем этот вопрос. Я уверена, что в скором времени мы предложим свой вариант развития событий, да, как это мы будем делать. Нет, у нас есть специалисты, которые этим занимаются, там просто нужно, я думаю, что определенные лоббистские качества. Если там нужно просто лобби, естественно, мы будем этим лобби, мы будем решать эти проблемы. Но опять же, говорю, мы сначала разберемся конкретно в этом. Я могу тебя познакомить с людьми, чтобы ты быстрее разобралась. Пожалуйста, я всегда тут когда-то разобралась. Хорошо, давай будем вместе сообщать эти вот. состояние госдолга республики. Ужасное. Что скажешь? Вкратце мы заканчиваем. Я же знаю, что сейчас скоро мы очень близки к такому состоянию, когда будет прямое управление из федерального центра. У нас есть какая-то критическая точка, если мы к ней приблизимся, то будет управление из федерального центра. Надо этого не допустить. Поэтому должны прийти и управленцы, в том числе депутаты, в хурал, которые будут помогать и решать проблему. Согласен. И вот такой вопрос, ну, такой более философский. Счастлив тот, кто прав, или прав тот, кто счастлив? Что выбираешь? Ну, вообще, мне кажется, вот если честно, прав ты или не прав, к счастью не имеет вообще никакого отношения. Ты либо счастлив даже в своем маленьком мире здесь и сейчас, и я к этому очень долго шла, чтобы не откладывать свою жизнь на потом, им говорить раньше, вот как всегда, вот сейчас я вот это сделаю и будет хорошо, или там вот это сделаю и будет хорошо. Надо быть счастливым моменте. А прав или не прав, это уже вторично, мне кажется. И для кого-то, может быть, это вообще не важно. Спасибо, Елена, что пришла. Очень рада с тобой побеседовать. Ну, дорогие подписчики, смотрите наши видео, ждите следующих видео, ставите комментарии. Я думаю, Гиряна, Вадимовна, с удовольствием почитала бы обратную связь. Конечно, всегда рада услышать. До свидания. Всем пока.